Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о 17 главе книги Деяний Апостолов. 17 глава открывается рассказом о свидетельстве проповеди о служении апостолу Павла в Фессалониках. Евангелист Лука пишет, что прибыв в Фессалонику, где была синагога, Павел входит в синагогу, и Лука говорит по своему обыкновению, имея в виду не столько то, что Павел как благочестивый иудей имеет обыкновение по субботам ходить в синагогу, это в общем само собой, но имея в виду, что Павел начинает свою проповедь, свое служение с иудейского собрания в синагоге. И вот три субботы апостол говорит с иудеями из Писаний, выбирая места из Писания, видимо достаточно сложные, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что этот Иисус есть Христос. В общем, у нас не так много осталось свидетельств о том, на каких текстах, на каких местах священного Писания основывал апостол Павел здесь свое свидетельство. Можем полагать, что вероятно, вторая половина книги Захарии, вероятно, там 51-53 главы Исаии, и почти наверняка вот эти тексты, весьма, возможно, и другие, хотя не так это очевидно, может быть, другие тексты Писания, нельзя сказать, чтобы их было очень много. Но, тем не менее, вот апостол Павел, опираясь на эти места, свидетельствует о том, что само Слово Божье, само свидетельство пророков, предсказания учительных каких-нибудь книг или тексты закона, вот говорят о том, что так надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Это оказывается важным, потому что с точки зрения иудеев Писание говорит о том, что Спаситель мира, Христос, Мессия Израилев придет, восторжествует, и там земля потечет молоком и медом, языческие народы обратятся, ну и дальше будет там хэппи-энд некий. И поэтому так неприемлемо, невозможно принять смерть Иисуса Христа, и поэтому и сам Господь, и апостолы, и Павел доказывают, что Священное Писание об этом тоже говорит. Хотя, как правило, никаких ссылок ни на конкретные места Писания, ни на ту логику, которую руководствуются апостолы, мы не наблюдаем. Принципиально важно то, что Павел открывает, доказывает, что этот Иисус есть Христос. Вот этот Иисус, родившийся в Вифлееме, живший в Назарете, крестившийся от Иоанна, совершивший тайную вечер, распятый и воскрешивший, вот он и есть Христос, Мессия, Спаситель Израилев. Ну и, если честно, в этой фразе заключается весь, от начала до конца, символ веры христиан первого столетия. По крайней мере, пока речь идет об иудейском контексте, ничего другого, дополнительного в символе веры, в общем, и не требуется. В языках христианской среде, ну, какие-то вещи могут быть добавлены, но, может быть, одна еще мысль о том, что Бог один. Может быть, о том, что Бог сотворил небо и землю. Но, вот обратим внимание на то, что никто не пытается дать эпистемологически исчерпывающее описание Бога, рассказать, каков он, там, объяснить про лица Троицы, их взаимоотношения друг с другом. Вот все то, что начинает потихоньку прорастать в середине, наверное, второго столетия, может быть, в первой, третьей, второго столетия, и затем цветет пышным цветом всю эпоху Вселенских соборов, ничего этого нет, вообще. Вера в то, что вот этот Иисус и есть Мессия Христос, Спаситель Израилев и Спаситель мира. Все. Не оценивая. Не надо, наверное, нам сейчас думать, что одно лучше, другое хуже, там, более древнее лучше, или более новое лучше, парадигма, описание Бога и сложных взаимоотношений и событий внутри Пресвятой Троицы. Для каждой эпохи, наверное, что-то свое. Но вот, понимаете, для современных христиан крайне важно держать хотя бы на краю сознание, в память о том, что наша вера может быть выражена вот такой одной краткой мыслью. Помимо всего прочего, это важно потому, что уж в этом-то утверждении мы все едины, чтобы разнообразного мы не напридумывали каждый там в своем течении. В последующие столетия вот на этой почве все едины и все вполне себе одинаковы. Этот Иисус есть Христос. Для первого столетия это достаточная формула для единства христиан. Теперь, когда Павел Исила вот так вот проповедует в синагоге, некоторые из иудеев и из эллинов, чтущих Бога и немало знатных женщин, присоединяются к Павлу, присоединяются, принимая его свидетельство и тоже дальше пытаясь понять, что это означает на практике, в жизни людей, потому что это означает совершенно определенное отношение к иерархии заповедей, это означает определенные перемены в молитве, в отношениях с Богом и преломление хлеба, в первую очередь, конечно. Ну и снова, на этот раз иудеи возмущенные доносят на городских начальников, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Ну, то есть, видимо, все-таки известия о проповеди Павла, известность его, дошли уже в Фессалонике. Вот всесветные возмутители пришли и сюда. И смотрите, в седьмом стихе они говорят, что вот и Ассон там принял их, а они все поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем. Собственно, основное обвинение в этом месте и, в общем, дальше, которое станет, по-видимому, главным обвинением против крестьян в последующую эпоху, а это, вероятно, первая половина 50-х годов. Это обвинение в том, что они почитают другого царем. Стало быть, государственная измена, не религиозные преступления вменяют твину апостолам здесь и в других местах, а государственную измену они называют царем другого человека, не Кесаря, а Иисуса. И вот этого нельзя. Вот это уже должно караться всей силой римской мощи по законам империи, независимо ни от чего. Вот измена есть измена. И, соответственно, здесь, в 17 главе, еще так быстро это не происходит, вспышка, потому что городские начальники получают уверение от Иосона, что Павел проповедует веру в иудейского мессию, но это не означает, что он изменник, что он там объявляет действующего Цезаря ненастоящим и так далее. И, ну, как-то вот удается выиграть время, за которое ночью немедленно Павла и Исилу отправляют в соседний город. Здесь, в соседнем городе, в Вирии, собственно, продолжается то же самое. Опять Павел и Исилу идут в синагогу и опять разбирают Писание. Разница в том лишь, что иудеи и чтущие Бога, посещающие синагогу в Вирии, оказываются более открытыми и, в общем, принимают свидетельство Павла и ежедневно разбирают Писание. Хотя фессалоникийские иудеи, узнав, что там тоже уверовали многие и из иудеев, и из эллинских почетных женщин, вот они снова прибегают по следам Павла и туда же в Вирию. То есть впечатление, что никаких своих жизненных задач у этих преследователей нету, ничего созидательного они не производят. Почитать Бога так, как они считают правильным, не так, как Павел, им не нужно, у них и времени на это нет. Они вот только бегают за Павлом, чтобы помешать тому, что им самим кажется беззаконием. Ну, вообще говоря, нельзя сказать, чтобы они выглядели такими достойными консерваторами. Нет. Но при всем том, обратите также внимание, что ведь это столетие, когда понятие свободы совести вообще не существует. Только у некоторых философов появляются, очень не у всех, мысли о том, что может быть все-таки это личное дело каждого, как верить. Но грани между личной верой и общественной религией ну, как будто бы и нету. И поэтому вот эти вот фанатики иудейские, которые за Павлом гоняются, они, в общем, в тренде, так бы можно было бы сказать, своего времени, своей эпохи. но никак не в парадигме свободы совести. Она, конечно, еще впереди. И на самом деле, еще много крови мучеников должно пролиться, прежде чем хотя бы некоторые общества, некоторые, сильно не все, но хотя бы некоторые додумаются до того, что люди вольны верить в то, что они считают правильным. А реализована ли эта идея свободы совести хоть в каком-нибудь человеческом обществе, включая наше, так скорее нет, чем да. Мы, по крайней мере, доросли до того, чтобы декларативно провозгласить принцип свободы совести, а до того, чтобы его соблюдать, нет, пока не доросли. Ну и, поскольку вот эти самые фессалоникийские иудеи и в верию тоже пришли за Павлом по его следам, его силу Тимофея оставляют в верии, а Павла выпроводили, и вот там, купили ему билет в Афины, и он отправляется в Афины, ожидая там встречи со своими сотрудниками, потому что сотрудники, у сотрудников Павла еще остались задачи в верии, а может быть и в фессалониках, нужно утверждать учеников, нужно объяснять какие-то вещи, это не так бывает, что там пришли, проповедовали, в тот же день покаялись, крестились, и проповедники ушли. Ну, прям, не вот так моментально. Но Павел в этом участвовать не может, поэтому Павел ждет это время в Афинах. И вот как рассказывает юниоргист Лука, в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов, полного идолов. Ну, да, действительно, идолы, всякие статуи, жертвенники, храмы, все это вот величественно сверкает. Действительно, город с таким замечательным наследием, скульптурным, архитектурным, живописным. Все красиво, все чудесно. Прямо, вот. Да. Не знаем, были мы на небе или на земле, как, соблазнившись подобного рода не имеющими отношения к сути дела вещами, говорили послы князь Владимир Византии. Ну, вот, там, в Афинах то же самое, красота, мудрость, школы, науки, искусство. И все это вот, 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 вокруг идолов, магии, всего подобного кипит и булькает. Ну, вероятно, да, Павлу было в этой, в этой обстановке очень тяжело видеть, как безгранична глупость, которой поклоняются люди. Видеть, как люди утонченные, образованные, изысканные, здравомыслящие в чем-то, вот, поклоняются вот этому всему. И, ну, он пытается разговаривать с теми, с кем у него есть хоть какой-то общий язык, с иудеями и празелитами, но не только с ними, но и на площади со встречающимися. И это тоже такая нормальная вещь для Афин, где-то, вот, беседы разных людей, заезжих, философов, мыслителей, преподавателей. некоторые эпикурейцы и стойки стали спорить с ним. По поводу чего они стали с ним спорить? И что такое говорил Павел, что заставило эпикурейцев и стойков спорить с ним? Это отдельный разговор и не такая простая вещь. Но важно, что эти самые афинские философы в общем относятся к нему с большим пренебрежением, как к каким-то варварским воззрением, который проповедует человек, который пришел откуда-то из совершенно некультурной провинции, еле-еле умеющей читать, а может быть и вовсе не умеющей, вот в таком культурном центре блестящем, как великие Афины. Ну, снобизм просто, на самом деле, зашкаливает. Лука сообщает об этом в паре фраз. Ну, видно, что одни говорят, что хочет сказать этот суеслов, кажется, он в каких-то чужих божествах проповедует, не вникают. Обратите внимание, они не вникают в суть того, что говорит Павел. Очень-очень по поверхности его слыша, но с другой-то стороны, ведь, быть может, Павел и еще не нашел общего языка с этими людьми. насколько он способен в их категориях, в их понятиях высказать свою мысль. Он говорит о воскресении Иисуса и пытается свидетельствовать, что это значит, что это доказывает, что он иудейский мессия. А этим людям, в общем, совершенно безразличны, что иудеи, что их верование, что их мессия. А что касается того, что кто-то там воскрес, вряд ли это станет для них аргументом хоть в чем-нибудь. Они просто думают, что это очередная красивая сказка. И когда Павел приводит в Ариапак в собрание мудрецов, где надлежит ему рассказать подробнее, что-то странное влагаешь ты в уши наши. Вот хотим знать, что это такое. Излагай систематически. Просто для того, чтобы послушать новое, послушать интересное. И здесь Павел пытается все-таки что-то общее, какой-то общий язык, какие-то общие понятия с афининами, с ариапагитами найти. И Лука записывает достаточно подробно, как именно Павел это делает. Тоже, в общем, получается вполне себе поучительным. Во-первых, он говорит, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны афинине, потому что увидел жертвенник неведомому Богу. Ну, собственно, жертвенник существует для тех случаев, когда кому-то забыли принести жертву, когда не знали, кому надо принести жертву. Вот в таких вот случаях непонятно, непонятно. Вот есть, они сопоставили жертвенник неведомому Богу. На случай, если мы не понимаем, не знаем нам, никто ничего не сказал, какое-нибудь экстраординарное событие, и мы не знаем, кому Бог приносить, то ли осени, то ли еще кому-нибудь. Вот есть некий такой обобщенный неведомый Бог. Павел использует этот жертвенник в несколько ином смысле, чем вкладывают в него афиняне. Но хотя бы какая-то вот эта точка, за которой можно зацепиться. Павел говорит, что ну да, есть Бог, которого вы не знаете. Они имеют в виду, что мы их знаем, но просто в данный момент забыли, кому принести жертву, приносим вот этому неизвестному. Павел говорит, есть в Боге нечто, чего вы не знаете. И то, что вы это понимаете, говорит Анафиня нам, это замечательно. Вот я проповедую вам Бога, которого вы, не зная, чтите. Предлагает он им в их богопочитании вполне себе языческом. вот увидеть некоторую попытку добраться до недостижимого, подняться превыше небес к тому Богу, который действительно по-настоящему неизвестен, непостижим, тот, который при этом сотворил небо и землю, сотворил мир и все, что в нем. и Павел говорит об настоящем Боге, что, понимаете, он живет не в рукотворенных храмах и не требует служения рук человеческих, тем самым, в общем-то, дезавуируя весь культ эллинов, потому что Бог не в храмах и служения рук человеческих ему не нужны все эти жертвы и так далее, потому что он сам все дает и у него нет ничего такого, в чем бы он имел нужду, сам дает всему жизнь и дыхание, вот такого неизвестного Бога, непостижимого, единственного источника всего, проповедует Павел. И жертвенник неведомому Богу в этой логике его остался далеко позади отправной точкой. И еще один важный очень момент, о котором говорит апостол в Афинском Мариапаге, это то, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли. Это не всем и не всегда очевидно. и эллины в том числе, и в эту эпоху в том числе, очень склонны превозноситься над всеми остальными. При том, что, ну, по большому счету, кроме художеств, особенно хвастаться-то и нечем. Страны эллинов не существует, она под властью римлян. процветания граждан не существует. Да ничего не существует, только какое-то относительно богатое культурное наследие, которым уже столетия. на самом деле, на этом фоне, конечно, сновизм осенен по поводу всех остальных выглядит чрезвычайно смешно и чрезвычайно поучительно, потому что всякий раз, когда люди хвастаются, какое у них богатое культурное наследие, а в сегодняшней жизни не представляют собой ничего интересного, это выглядит вот так же смешно. Павел же говорит замечательные здесь слова о том, что бог назначил каждому народу определенные времена и пределы, чтобы они искали бога, не ощутят ли его, не дойдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Значит, вот бог пустил в путь каждый из этих народов, чтобы они искали бога, не ощутят ли его, не найдут ли его. Вот это поразительно, как апостол видит смысл, цель существования этих всех разнообразных народов, искать бога на своих путях. И снова он настойчиво продолжает, что времена неведения, когда мы не понимали, чего мы ищем, кого мы ищем, заканчиваются, и бог ныне повелевает всем людям покаяться, потому что он будет праведно судить вселенную через Иисуса Христа. Иисус прошел через смерть воскрес, через него бог будет судить вселенную и собственно перед лицом Иисуса вот эти поиски народов, поиски бога и покаяния народов вот обретают смысл и какую-то полноту. Ну и для Афинина это оказывается чересчур. Они отказываются это слушать, говорят, нет, в другой раз как-нибудь об этом мы послушаем тебя в другое время. Все то, что Павел пытался до них донести, все оказывается красноречием впустую. Ну, кроме одного единственного Дионисия и Апагита, который из всех участников этого собрания услышал Павла и уверовал. Продолжение следует...